Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 21 главе книги пророка Иеремии. 21 глава открывает целый ряд проповедей, свидетельств, откровений, которые Бог дает Иеремии уже после гибели царя Иосии, при сыновьях Иосии, которые один за другим сменяют друг друга на Иерусалимском престоле. Вот в те 10 лет примерно между гибелью Иосии и падением Иерусалима, ну и после этого падения тоже. Вот смотрите, здесь 21 глава начинается с того, что царь Садыки присылает к Иеремии священников задать Богу вопрос. Уже другой совершенно контекст, не такой, как мы видели в предыдущих главах, там с этим другим пасхором. Вот царь, по-видимому, понимает и считает сам, что пророк Иеремия в самом деле пророк от Господа, и вот он по обычаям, эпохи посылает к нему людей с вопросом. Пойди и спроси о нас, Господа. Потому что вот Новохудоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Эти самые завоевания Вавилона на Востоке уже начались, идут полным ходом. Вавилонская армия очень сильна, и царь Новохудоносор действительно завоевывает практически весь этот Ближний Восток, и приступает уже к самому Иерусалиму. Пойди и спроси о нас, Господа. Вот царь обращается с такой просьбой к Иеремии. И Господь через Иеремию отвечает царю и говорит, «Я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, и сам буду воевать против вас в великом негодовании, и предам вас всех в руки царя Вавилонского». Вот так. И это, конечно, очень неожиданный ответ, потому что хотелось, наверное, чтобы, как при Исаии Иерусалимском и царе Языкии, вот наутро встали, и ста нассирийцев пуст, и все воины погибли. А здесь нет. Здесь Господь говорит, сдавайтесь. Сдавайтесь. Вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. «Кто сдастся халдеям, тот выживет, а кто не сдастся, тот погибнет». Ну, вроде бы считается, что это же наш национальный Бог, что это скрепы духовные, что прямо вот оно обязательно должно быть на стороне нашего оружия, это божество. А он говорит, нет, вы проиграете, я отдаю вас в руки халдеев и поражу живущих в городе всем. Вот. Потому что этот народ предал завет Божий. Вот так бывает. Так бывает. Если ты предаешь этот самый завет Божий, то не надо рассчитывать и надеяться на что-нибудь хорошее, на помощь в каких-то таких вот тоже, в общем, страшных, трагических ситуациях перед лицом иностранного завоевания. Дальше больше. Потому что при всем сказанном, при том, что Бог говорит, я обратил лицо мое против города сего не на зло, а не на добро, все-таки он говорит Иеремии, и дому царя Иудейского скажи, дом Давидов, так говорит Господь Бог. Вот что же он требует от дома Давидова? «С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших. С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика». При том, что, в общем, преступление Иерусалима в первую очередь в предательстве Бога, в том, что они поклоняются чуждым богам и приносят им человеческие жертвы. Но все-таки как это исправить? Снова и снова Бог говорит «С раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика». И это правда на все времена. В конце концов, любой город, любая держава, власть, режим, общество все чрезвычайно хрупко и кратковременно. И если мы хотим продолжить жить, то надо с раннего утра производить суд. Должна быть правда. Должно отличаться добро от зла, правда от неправды в жизни общества и спасайте обижаемого от руки обидчика. Поэтому в нашей сегодняшней жизни на самом деле эти слова имеют такую же значимость, как и тогда, два с половиной тысячелетия назад. И снова, как в других местах книги Иеремии, здесь такой своеобразный диалог. «Вот я против тебя, жительница долины, говорит Господь. Вы говорите, кто выступит против нас и кто войдет в жилище наше. Мы самые, самые, мы шибче всех. Там у нас, не знаю, одна шестая часть суши, еще чего-нибудь. Ну, каждый на самом деле народ чем-то хвастается. Мы вот там самые какие-нибудь. Подставьте что угодно. Да. Кто выступит против нас? Мы самые сильные. Вот Господь говорит, «Но я посещу вас по плодам дел ваших и зажгу огонь и пожрет все вокруг». Вот Господь говорит о том, что я не по вашим горделивым заявлениям посещать-то вас буду, а по плодам дел ваших. И поэтому огонь пожрет все вокруг. Вот это тоже очень важная мысль. В 14 стихе 21 главы «Пощущу вас по плодам дел ваших». По плодам дел ваших